Детский КВН Давай, наверное, познакомим тебя с нашими телезрителями. Расскажи, какой у тебя бэкграунд в КВН, как ты в него попал, с чего все началось. Да, ну, на самом деле, мой путь, как и у 99% КВНщиков, классический. Пришел, поступил в университет, пригласили сыграть за сборную первого курса, дальше заметили в институте, то есть пригласили поиграть за сборную института, ну, а дальше уже и за сборную университета поиграл. Ну, вот как-то так. А пиши жизнь КВНщика, да, то есть многие люди думают, что это за пару дней до игры вы там подготовились, выступили и все. Разве этот миф? Да, это на самом деле неправда, скажем так, потому что на самом деле выступление готовится очень-очень длительное время, то есть в районе месяца. Я всегда говорю КВНщикам, молодым, которые начинают пять минут счастья на сцене, это месяц работы за кулисами. Вот, это написание шутки, это прохождение редактур, это подготовка реквизита, подготовка музыкального сопровождения, то есть оно тоже должно быть органичным на сцене, поэтому на самом деле работы очень-очень-очень много. Ну, плюс административная работа, если вы куда-то выезжаете в другой город играть, это постоянная связь с администрацией лиги, это вопросы заселения, вопросы питания, ну и тому подобное. Твой самый значимый момент в КВНе, какой он и где-то было? Ну, наверное, это чемпионство Барнольской лиги КВН, причем даже можно отметить, что это не сочинский фестиваль. Да, я думал, ты сейчас скажешь сочинский фестиваль. Сочинский фестиваль тоже значимое событие любого КВНщика абсолютно, но здесь, наверное, как раз и в том весь вкус, что на Сочи может любой попасть, а в Барнольскую лигу может не каждый выбрать. Вот, то есть стать чемпионом. В каком году вы стали чемпионом, с какой командой? И, наверное, кратко расскажи этап, то есть через что прошли и кого обыграли? Ну, была сформирована команда под названием «Маршрут построен», собственно, в этом составе я и стал чемпионом. Год я не вспомню, Дим, правда. Пару лет назад. Пару лет назад, да, не так давно, но тем не менее. Собственно, какой путь прошли? Ну, полностью сезон, отыграли сезон и вышли в финал. В финале боролись до последнего, то есть, как бы, ну, соответственно, как итог, победили. Расскажи, что такое редактуры, как они проходят, зачем они нужны и что там делают? Какие шутки вырезают, какие оставляют, что меняют? Да, если вы хотите играть в КВМ, то есть в серьезной официальной лиге, то есть обязательно вы должны работать с редактором, выполнять все его условия. То есть редактор – это, ну, можно сказать, креативный продюсер. Он формирует ваше выступление. И, естественно, если есть какие-то темы неактуальные, либо запрещенные, да, то есть как бы редактор… Например, аккуратненько назови их, например. Про что нельзя шутить? Не знаю, про болезни, допустим. Зачем шутить про болезни? Это не смешно, редактор скажет. То есть, соответственно, он аккуратненько вам эту шутку уберет, вырежет из вашего выступления. То есть где-то он поможет правильно расположиться на сцене, где-то он поможет правильно выбрать, опять же, музыкальное сопровождение. Ну, в общем, одним словом, он украшает ваше выступление, делает его максимально смешным, плотным и смотрибельным. Бывают такие моменты, когда команда пришла на редактуру, показали, выступили, да, перед редактором, он сказал, вырезаем все. И такое бывает. Что делать в этом случае? Как не перестать любить КВН? Как не разочароваться, как не заплакать. Ну, на самом деле, то есть, а что делать? Идти и писать. То есть, рецепт один. Идти и писать, собираться вечером после редактуры и снова писать шутки. Не сдаваться, не опускать руки. Все через это проходят абсолютно. Если вы думаете, что у сборной Камазиатского края никогда не вырезали полностью конкурс, вы ошибаетесь. И такое у них тоже было. У каждой команды такое случается. Это не страшно. Это исправимо. Примерно за месяц до игры, да, команда плотно садится писаться, что-то продумывает концепцию. Сколько часов в день уходит на написание шуток, написание выступления, идей, концепций и так далее? Ну, по моему опыту, если так вот прикинуть, то продуктивное время – это полтора-два часа от силы написания в день. Больше не требуется, потому что дальше все равно. Это мыслительный процесс, он очень сложный. Голова устает, если по-простому. Голова устает, и надо просто отдыхать. Желательно не выбиваться из ритма, чтобы это было все ежедневно и в одно и то же время приблизительно. Собственно, как и тренировки. Мы же мышцы тренируем, и тренируем свой мозг думать, каким образом придумывать шутки. Ну и, может быть, сейчас наши телезрители захотят попробовать себя в КВНе. А какие есть методы написания шуток? Как проходят эти все репетиции и все такое? Ну, о методах написания, то есть садится команда, берет листочки и начинает писать какие-то либо смешные идеи, мы их называем заходы на языке КВНчиков, да, либо, может быть, уже полностью миниатюра у человека готова в голове, он ее выписывает на бумагу и передает соседу слева. И вот этот круг, то есть вот эти листочки все передаются по кругу, пока не вернется к своему владельцу листочек. Ну, а дальше, то есть идет прочтение материала. Вот, каждый участник команды читает то, что написал, ну и команда оценивает, естественно, стоит это показывать, не стоит показывать, есть за что зацепиться в этой идее или лучше не стоит на нее времени тратить и так далее. Вот, это самый классический метод, да, то есть можно разбиваться на какие-то команды, устраивать мини-игры, то есть если в команде шесть человек, можно разбиться на тройки, то есть на две команды и провести мини-игру, то есть разойтись, как мы говорим, опять же, КВНчики по углам одного помещения, то есть разошлись, пописали какие-то очень короткие миниатюры, потом через полчаса собрались в одном месте, желательно на сцене, то есть и показали, вот. Ну, а чтобы была какая-то мотивация бороться, можно и даже приз какой-нибудь придумать небольшой, пожалуйста. Значит, прям флэшвеки полетели. Ну, да, у тебя тоже есть КВНовский опыт. Да, ну, к счастью, я думаю. Обязательно, только так. Переходим с тобой к детскому КВНу. Есть у нас возможность юным, да, КВНчикам пробовать себя в этой стези. Что нужно для этого делать, где можно поиграть, и, ну, наверное, чем детский КВН отличается взрослого. Ну, если мы говорим про Алтайский край, то, конечно, сейчас детский КВН, он еще на такой стадии окончательного формирования, так скажем, на завершающей стадии. Вот. Есть юниор-лига КВН Алтайского края, в которой уже прошел шестой сезон, вот, то есть определился шестой победитель лиги, то есть шестой чемпион, и в этом году, что примечательно, было проведено два муниципальных кубка, то есть среди учебных заведений, да, то есть школы имеется в виду. Команда детская начинается все-таки с руководителя, здесь мы от этого никуда не уйдем. За свою карьеру, скажем так, именно в плане детского КВН, да, я убедился в том, что у детей мотивации играть более чем достаточно. Дети очень хотят выходить на сцену, что-то показывать, какие-то миниатюры, петь песни, танцевать, желания более чем хватает. А вот мотивации у руководителей, конечно, заниматься этим, вот над этим надо работать в первую очередь, я считаю. Как часто, ну вот, в рамках юниор-лиги КВН Алтайского края, да, по школам проходят какие-то агитки, чтобы привлечь детей играть, и много ли вообще команд у нас сейчас детских? Ну, по поводу агитации, мы, конечно, стараемся приходить в школы, и нас приглашают, то есть, и мы сами иногда навязываемся в гости, да, давайте мы к вам приедем, поговорим с ребятами, но опять же, разговор-то с ребятами идет, а надо говорить со взрослыми людьми, их мотивировать заниматься этим, вот. Поэтому агитация работает, ежегодно проводятся школы КВН, детские школы КВН, где мы стараемся дать, ну, краткий такой курс молодого КВН-чика, если можно так сказать, пытаемся каким-то азам, постулатам КВН-овским научить ребят, ну, и замотивировать, конечно, вот. Ну, то есть, может быть, для кого-то сейчас это будет мотивацией, да, в Алтайшин крае можно команде участвовать в юниор-лиге КВН Алтайского края, выиграть ее и, как бонус, лететь в игры в Анапу. Совершенно верно, да, то есть, выигрывая в юниор-лиге КВН Алтайского края, ну, то есть, становясь чемпионом, каждая команда, то есть, абсолютно на старте сезона, то есть, в равных условиях, то есть, и имеет возможность полететь на международный фестиваль в город Анапа. Что он дает команде? Что дает Анапа? То есть, опять же, работа с редакторами, уже с теми, кто работает на более высшем уровне, и, естественно, это проход в теле проект детский КВН, шоу детский КВН. То есть, можно сказать, что для детского КВН это потолок, как бы это ни звучало. Ну, да. Именно для детского КВН, да, это будет высшая ступенька, то есть, в принципе, у нас команда из Алтайского края, одна, добиралась дважды до телеверсии детского КВН, это команда 120 децибел, то есть, ну, некая Алтайская гордость получается наша. Первый край. Да. А вопрос может быть сложный, но нам надо получить на него ответ. Чем детский КВН отличается от взрослого? Ну, в первую очередь, набором тем, опять же, да, то есть, то, что может сказать взрослый со сцены, не всегда может сказать ребенок. Вот. Если в плане работы, как редактора с детьми, то есть, понятно, что это переживания, это слезы детские, это всегда тяжело смотреть, то есть, как бы, причем на этапе редактур такое тоже иногда бывает, почему нам вырезали эту шутку. И даже в написании тем, да. Да, то есть, как бы, ну, и, естественно, самоотдача у детского КВН, то есть, иногда намного выше, чем во взрослом, потому что дети выходят, и дети все хотят побеждать, то есть, вот этот максимализм у них, как бы, толкает их вперед к победам. Ну, еще один вопрос, тебе он, возможно, не понравится. Можно ли научиться играть в КВН? Можно. Это приобретенно. То есть, я по себе скажу, то есть, никогда себя не считал юмористом, но, когда я больше скажу, меня, ну, если можно так сказать в кавычках, заставили играть в КВН в свое время, а теперь это, ну, часть моей жизни. Неотъемлемая. И да, можно, то есть, как бы, в себе развивать чувство юмора можно. Это прям сто процента, процентная информация, заявляю уверенно. Где детям пробовать себя в КВН, и с чего начать, куда обратиться? Можно написать в администрацию юниор-лиги КВН Алтайского края, вот, можно обратиться к своим учителям в школе, возможно, кому-то понравится эта идея, вот, что есть там группа учеников, которая хочет поиграть в КВН, вот. И, опять же, если есть такая команда в школе, опять же, пишите в юниорку к нам, мы приезжаем, мы рассказываем, мы мотивируем, мы подсказываем, мы собираем выступления, то есть, и уже в следующий сезон вас приглашаем. А были неудачи, когда вы приезжали в школу, и даже и дети, и взрослые такие, нет, нам это не надо? Ну, я не припомню таких случаев. Всегда после, ну, всегда даже не отпускают дети, то есть, давайте еще поговорим, пообщаемся, то есть, всегда нравится очень сильно все эти тренинги и так далее. Детям, опять же, на языке КВНчиков заходит такое. Ну и последний вопрос, может быть, вспомнишь, у тебя очень много выступлений, да, в КВНе, по разным городам и все такое. Какой-нибудь каверзный момент, какой-то смешной момент, который шел не по плану. Потому что в моей карьере было такое, что мы выходили на выступление, и мы забыли микрофон. У меня был такой момент, я его, кстати, на днях вспоминал, это был финал юниор-лиги КВН Тайского края, моя детская команда «Дневник на стол» должна показывать финальный номер, то есть, там, какой-то знакомый сюжет, по-моему, был. И у меня ломается ноутбук, дисплей отказывает напрочь. Благо, у меня были звуки на флешке. Расшифровка ноутбук, чтобы ты был в роли звукача, чтобы давать ему звук. Да, да, естественно, да, да. Вот, и я говорю Юрию Степанову, быстро давай мне ноутбук сейчас, он мне дает ноутбук, я его подключаю, вставляю флешку в этот ноутбук, и параллельно, то есть, вот, закидываю звуки в плейлист, и параллельно их еще включаю, у меня команда выступает. Честно, чище я еще, по-моему, не звука не вырую. Вот, так на адреналине, то есть, все получилось. Адреналин помогает. Ну да. Ну что, на этом наше время к большому сожалению подошло к концу, улыбайтесь чаще и играйте в КВН.